Далее по списку слово предоставляется правозащитному движению в статье 14. Здравствуйте. Уважаемые дамы и господа, меня зовут Сауля Мухаммедова. Я представляю правозащитное движение, артикль 14 из Казахстана. Я хочу дать рекомендации странам-членам ОБСЕ по политическим мерам для эффективного предотвращения и пересечения всех форм насилия и преследования женщин-мигрантов, беженцев и перемещенных лиц. Здесь две системные проблемы. Преследование тех, кто борется с насилием и защищает права этой группы лиц, и как следствие еще большее нарушение прав женщин-мигрантов, беженцев и перемещенных лиц. Результаты нашего мониторинга показывают, что чаще всего насилие совершают именно сотрудники правоохранительных органов или же уголовные лица, подконтрольные сотрудникам КНБ. Такие действия остаются абсолютно безнаказанными. Одним из известных случаев – это покушение на жизнь беженцев из Китая 21 января 2021 года. Сразу в двух городах Казахстана неизвестные напали на этнических казахов, сбежавших от угрозы заключения в концентрационные лагеря Китая. Одной из пострадавших была Кайша Акангзе, соискательница убежища, жительница Алматы. За Кайшой велась постоянная слежка сотрудниками полиции и КНБ. Каждый шаг ее был под назором полицейских камер «Хикфижен». Однако при требовании получить видеозаписи, внезапно оказалось, что камеры не вели видеозапись, когда на Кайшу напали. В Казахстане, в СИЗО, на улицах и в целом вдруг перестают работать камеры, когда надо получить доказательства по фактам пыток или физического вреда жертвам государственной системы репрессий. Также сотрудники используют практику взятия в заложники пыток и уголовного преследования близких правозащитников, кто поддерживает беженцев из Китая в Казахстане. Так случилась с политзаключенной Натальей Даулитияровой, которая была одной из контрагентов, мецената и правозащитника Барлыка Мендегазеева. Сотрудники полиции и КНБ заставляли под пытками Наталью дать ложные показания против Мендегазеева. Наталья отказалась дать ложные показания. За это ее шантажировали причинением вреда малолетним детям и ее родителям, отказывали в медицинской помощи, несмотря на то, что она нуждалась в срочной госпитализации после операции. Сейчас она находится в самых жестких условиях в Батураусской женской колонии. Ее психическое и физическое состояние на исчерпании. Все это происходит при полной сознательности судов, полиции, КНБ и прокуратуры. Это политическое решение использовать пытки, насилие, чтобы политически преследовать правозащитников и совершать насилие над уязвимой группой беженцев и иммигрантов. Поэтому ответ стран ОБСЕ должен также носить не формальный, а политический характер. Нужны персональные санкции главе КНБ Кариму Масимову, главе МВД Ерлану Тургумбаеву, по примеру Беларуси и России, за то, что они отдают приказы, покрывают и стимулируют пытки, жестокое обращение к женщинам, которые стали заложниками репрессивной системы в Казахстане. Спасибо за внимание. Благодарю вас.